Здарова, стратегические жеужики! Вы видите и слышите главного жеужика планеты Земля Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии Зазулусов в Сидмер Сивилизейшн 6 на последнем уровне сложности Божество. Все подробности этой партии в первой серии, так что если вы случайно наткнулись, то лучше перейдите к первой серии. Ссылка в описании, в перекреплённом комментарии, там же ссылка на рейтинг цивилизаций. Очень смешно. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообществ. Большое спасибо вам за поддержку. Ну что ж, давайте продолжим. У нас тут война с инками, причём я бы хотел её завершить. Я подговорил всех, по-моему, кого он встретил, объявить ему войну. Ну, индуса не хочу, потому что он просто тупо не пройдёт туда. Я хочу, чтобы инк замирился со мной, и мы пошли индуса уже выносить. Потому что, смотрим, у нас уже до импи 4 хода осталось, буквально. Так, тут надо вообще отступить как-то. Давайте, наверное, сделаем так и так. Так, нормальный век, к сожалению. Район. Ну давайте, наверное, блин. Вдохновение. У нас тут озарение практически. Ну, две галеры, ещё три рудника. Это всё возможно, кстати. Это всё возможно. И нам бы ещё катапульты построить, блин. А, наверное, на опять вольнодумство возьму. Так, тут я хотел убирать камень и правительственную площадь ставить. Наверное, так и сделаю. Так. Здесь я копьё. Вопрос Эльсида я получу в итоге или нет? А почему плюс один, если у меня две иканды? У меня одну очку капает только. А, стоп-25. Это типа один ход остался. Блин, заря. Я забыл, что я тут проект закончил в Улунде только что. Так, эти все инку объявили войну. Я, как это, самая маленькая армия всё равно. Но я думаю, мы сейчас это решим. А, блин, я ещё шесть ферм хотел. Блин, я вспомнил. Да, вот этим рабочим я иду сейчас вот тут две фермы сделаю. Маленькая, да. Мелепуська такая. Не знаю, не должен, по идее, арбалет убить мне мечника, но... Так, и вообще у нас ещё вот здесь города могут... Ну вот здесь я точно буду очень нескоро стоять, а вот здесь бы я поставил города. Но сейчас надо армию строить. У нас, в принципе, шесть городов, это уже неплохо, да? Да, не убил, видите? Кахамарка сделала... Стены. Ну тут отходить надо. Не знаю, как-то не особо... Так, плюс сто процентов новые. Давайте не расширяются, лучше у инка я проголосую. Города не дают бонус, давайте научный. Ну мне 11 очков всего лишь. Так что просто в надежде, что проголосуют за что-нибудь. Так, наоборот, сто процентов, если в научный. И культурный захват Виктория. Ну вот вообще Виктория не очень. Но мне кажется, она тут не может мне тут культурный захват особо сильно делать. Так, продолжаем отступать. Здесь просто... Обстреливаем... Латника. До импи-трехода. Так, тут зал для приемов. Ну, пора уже Пингалу. Ну вот куда, правда. В Булавае. Я тут доделаю стены. Тем более, что у меня стоят. Ну, выглядит как будто индус хочет напасть. Но я очень сомневаюсь. Индус такой нелюбитель нападений. Обычно. Тем более, у нас еще одна религия, по идее. Ну-ка глянем. Нет, просто минус шесть. Ну, я знаю, там неизвестная причина. Но я уверен, что это потому, что я объявлял войну Англии. Ганди не любит, когда кто-то объявляет войну. Может, давайте я стены отремонтирую. Буквально один ход. Так, тут бы я уже отходил, потому что... Ладно, сюда отойду. Следовать по стопам Хамурапи самое разумное решение. Да, это Вавилону нравится, когда ты отстаешь по науке. Ауч. Так, вот это больно. Так, ну нам надо сейчас будет... Ой, а кто там меня атакует? Ганди пострадал от стихийного бедствия. Ну давайте, ладно, поучаствуем. Тему войну объявлю, скорее всего. А, это просто тут. Этот бегает. Так. Мы в первую очередь атакуем катапульту. Чтобы она нам стены не ломала. Дальше здесь. Вот так отходим. Чтобы сюда лучника посадить. Есть минус катапульта. Два хода до импи. Лечимся. Лечимся. Стоим. Блин, инк. Давай мириться. Че ты... Угу. Он что-то какой-то напряженный. Да не. Так, шесть ферм. Давайте отложим военную подготовку пока. А, блин, там по одному ходу открывается. Ну, кстати, нормально один ход. Потому что я сейчас дострою стены. Можно будет убрать карточку на стены. Нормально меня это устраивает. Так, здесь, значит, подходим. Выкупаю эту клетку. Сорокет. Блин. Дорого. А тут сколько будет? Шестьдесят пять. Так. Еще у меня такой вопрос. Импи у нас средневековье. А где у нас карточка на строительство юнитов средневековья? Наверное, в наемниках? Нет. Вот. В феодализме. Отлично. Тогда мы прямой наводкой в феодализм. Все-таки. Я следующим ходом... Блин, или он ускорится? Ну, смотрите. У нас шесть ферм, правильно? Раз, два, три, четыре, пять. И это будет шестая. Феодализм должен сам открыться. Давайте, наверное, все-таки военную традицию. Я поставлю карточку, чтобы именно импи строить. Понимаете? Надо с этим еще будет разобраться как-то. Так, что у нас по городам? Тут на производство, на производство. Тут можно и подрасти. Блин, вообще хочется этого посела еще доделать. Честно говоря. Блин, Инг, что ты ко мне лезешь? Отступай уже. У тебя война со всеми. О, можно с Вавилоном задружиться. Ну, он просто обстреливает. Стреляющий юнит. Так. Значит, и там 65, и там 65 будет. Везде 65. Это, глядя, ну ее надо покупать. Ее надо реально. И надо мне... Хотя могу вот здесь сделать, слушайте. Вот это дешевле будет клетка. Давайте ее купим для булавая. Потому что это тогда добавит... Опа. Есть феодализм. Теперь 100% меняем на создание юнитов антикавалерийский Средневековья и Возрождения. Это импи как раз. Против варваров надо ли мне? Может... Давайте обороноспособность к атаке города и как раз там импи пообстреливаем. Создание строителей. А вот создание строителей, мне кажется, не надо. Давайте просто производство в городах добавим. Вот так. Отлично. И один ход до импи. Просто подведем... Так. Все, ему минус юниты. Я думаю, что надо вести уже в сторону индуса. Я не думаю, что тут можно вообще взять Умгун... Умгу... Умгунгундлову. Вообще не думаю, что можно взять. Кагуана хочет. Не, ну там инк разграбит. А какие у нас вообще доступные... К индусу самые дорогие. Ну, блин... Мне надо где-то здесь дороги проводить. И, наверное, из булава ее надо отправлять в Улунди. Так. Тут я так и не взял ни пингалу и ни лян. Ну, пингалу по-хорошему бы посадить в Улунди. Но тут и еще поселы не построены. И... Не вырублен лес. Может, лян в Андини? Мне кажется, так лучше. Потому что тут морские клетки будут. Плюс... Мы сейчас будем Хайберабад захватывать. Так. Подойду сюда. Так. И у нас осталось до наемников... 8 ходов. Буквально. В чем идея? После открытия наемников у нас... Мы сможем делать корпуса. За Зулусов. Монумент. Наверное, амбар давайте. Или, может, пикинера. Нет, тут амбар. Пикинеров мы будем вот в кваду к Узе. Блин. А что тут так мало производства? Не, ну тут копейщик. Вот тут бы, конечно, копейщика строить в Иканде. Давайте, наверное, пока отложим в зал для приемов. Давайте копейщик уже начнем. Тут рынок надо доделать. Посила доделаем. Тоже начнем. Наконец-то! Сколько можно было тебя упрашивать? Иди воютерь там со всеми. Так, дружбу надо с Вавилоном заключить. И время убивать... Индуса. Так, 65. Нормально. АП. А к чему там еще раз? Увеличенный бонус за атаку с флангов. Низкая стоимость состояния и содержания быстрее получить. Ну, вот атака с фланга. То есть нам надо еще один юнит. Но нам надо тут с ним разобраться, потому что... Мне надо везти сюда... Город ставить. Так, улунди, улунди. Ну, кстати... А вот сюда-то лучше отправить. Видимо, так и отправим. Там и производства больше, и еды больше. Теперь вот вопрос. Ждать ли мне... Этих наемников или уже апать копейщиков? Так, ну, видимо, так надо апать. У меня их, вон, две штуки-то осталось всего. То есть это 130 монет. У меня они будут. Нормально. Так, тут в очередь импи. Тут в очередь импи. Торговца... Где-то вообще надо торговца построить. Знаете, может, здесь торговца построю. В булава ее. И дальше... Варбалеты. Блин, нам бы еще статую Зевса, конечно. На плоском ландшафте, в котором есть казармы. Слушайте, так, может нам в Улунде казармы построить? Собственно, вырубить. Потому что, знаете что? Он дает трех антикавалерийских юнитов. Трех лучников, трех копейщиков и таран. И плюс 50% к производству антикавалерийских юнитов. То есть, к импи. Ребята, нам в Улунде 100% надо казарму строить. Делать рабочего. Вырубать. Ну, и начинать делать... Вот сюда ставить. Или вообще на пустыню. Ну, там зависит от того, какие клетки будут. И вырубать на... Короче, храм Зевса. Просто must have. Статуя Зевса. Это просто у меня must have. Он еще так классно по пути. Получился. Так. Во. Создание военных лагерей и зданий в таких районах. Так. Значит, бастионы мы снимаем. Ставим доход от мародер... Нет. Вот, ветеранство ставим. Дальше. Поселенца я сейчас уже достроил. Он мне не нужен. Чудеса древнего мира античности. А это средневековый... Хотя, подождите. Это... Это античности. Так. Значит, тут я решил казармы. Три хода. Этот парень идет селиться сюда потихоньку. Но у нас наемники через четыре хода. Я через четыре хода еще не начну строить чудо. Так что я не думаю, что мне надо ставить эту карточку. Потому что мне еще рабочего надо сделать. Поэтому давайте два заряда на рабочего. Так, и бастионы нам не нужны же. Так, я не то заменил. Мне надо заменить на вот антикавалерийский. Мы же импи строим. Так. Давайте, может, осудим индуса и дружбу с вавилоном. Блин, так может, мне пока не апать? У меня же наемники четыре хода. Я даже за это время еще не успею дойти. Просто подходим юнитами. Нет, никуда не отправляю. Так, тут амбар нужен. Конечно, рабочий нужен, чтобы еще чай обработать. Но у нас тут рабочий будет нужнее. Так, недостаточно жилья. Нормально. Недостаточно жилья. Нормально. Не знаю. Вот интересно, что индус тут около меня скапливает силы. Причем у нас таран. Причем нам же еще таран нужен, чтобы вот это вот все. Нам или катапульты, или таран. Может, стены мы иначе не пробьем нашими импи. Так, знаете, какой у меня вопрос? Сколько городов у индуса? Пять. Я вижу четыре. В принципе, вот это все города. Где-то у него, наверное, там за агрой, где-то там. Меня вот интересует, после открытия наемников, я реально в Виканде смогу просто... ГГшку захотели. Просто строить уже корпус сразу. Виктория мир с почекутоком заключила. Блин, что-то так дофига силы. Как ведут, вот катапульты открыли. Так, ну тут, наверное, просто подходим на дорогу. Тут лечимся, тут лечимся. Нет! Такая статуя Зевса была классная. Ладно, я все равно сейчас казармы доделаю. Я хочу попробовать в Улунде сразу корпуса строить. Ну а казармы в любом случае деньги дают и науку. Опять же, способность Зулуса. Да, ну, я никак не мог раньше в Зевса выйти. Вот просто, ну, никак. Все-таки на божестве играем. Я просто, ну, не думал, что компьютер спешит с постройкой. Блин, ну, так себе волководит. Но мне надо его брать, я думаю. Или подождите. Давайте пропустим. Через три хода вон какой-то неизвестный игрок возьмет. А я какой-то... Просто мне это не нравится, что он будет давать лояльность. Зачем мне лояльность? Так, складу Кузы, наверное, отправлю. Караванчик. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, импи, импи, казарма. Ох, как я сейчас их в корпуса буду всех объединять. Мне бы, конечно, и арбалеты лучников в какие-то корпуса сделать, но... Но не в этот... Блин, так мне таран тогда надо все-таки строить. Вот это меня даже больше смущает. Так, один ход до наемников. Тут мы уже все практически готовы. Хочу посмотреть, что оно дает, да, реально. Две деньги, одну науку казармы. Хочется строителя с одной стороны, а с другой стороны, конечно, надо. Так, слушайте, давайте тут не импи делать, а либо таран, либо катапульту. Я бы взял таран. Потому что у меня импи сильные будут. Тем более еще в осадную башню можно будет его апнуть сразу. Так, как-то мы должны тут лучников выставить. После объявления... Сколько мы уже можем ему? Нет, еще не прошло. Еще два хода. Блин. Ну что, Женеву... А, уже не ему, уже семь там. Господи, у Вавилона сто две науки. Сто две науки. А, вот уже Тамерлан. Три хода. Блин, что-то там кто-то быстро забирает вообще полководцев. Только в путь. Нечестно. А нам поторговать с кем-нибудь есть? Есть чем вообще торговать? О, нечем. Нечем торговать. Может так как-то продаст? Нет, все по единице. Гипс у меня у самого есть. Ну, класс. Так, ну давайте, открывайтесь, наемники. Так, скидка на улучшение. Всех вот это можно убирать, я думаю. Да, блин, и строителей, наверное, можно убирать. Ладно, еще на военных лагерей пока оставлю. Давайте вот строителей уберем. Так, теперь меня интересует, реально ли я могу да, реально могу уже корпуса после открытия. Фига себе. Это, конечно, у золусов. То есть, вы понимаете, тут даже, во-первых, раньше появляются корпуса в наемниках, да, а не в национализме. Ну, извините, это очень далеко. Даже никто из компьютеров еще даже не близок к национализму. Да, то есть, у меня корпуса будут очень долго. Так ты еще их можешь строить сразу? Просто чисто имея и канду. Тебе не надо даже... Вот у всех остальных, ты мало в национализм выйти. Им надо, чтобы у них военная академия была, чтобы сразу корпуса можно было строить. Ну, это же ужас. Это что-то вообще... Первый в мире армейский корпус. Так, больше у нас копейщиков вроде нету. Можно и... А, арбалеты следующим ходом. Ну, я следующим ходом объявлю войну. Индусу, я думаю. Просто посмотрим. Практически ваншот вару. Плюс 10 против кавалерии. Плюс 4 за олигархи у нас. Ну, это понятно. А где там вот... За атаку с фланга вот это вот все. Так, ладно, дальше куда мы пойдем? Ну, давайте ярмарки. Средневековые. Рынок. Вот в Улунде после тарана мы сразу корпус начнем импи делать. Блин, а нам скаут не убьют случайно? Таран. Вроде не должен. Так, смотрим. 60. Нормально. Так, мы походу таким образом... А, видите, он будет сейчас доделываться. Отлично. Это даже к лучшему. Я вот пока разберусь с юнитами... Ну, я не этим ходом, а следующим объявлю войну. Потому что у нас ведь еще арбалеты надо было апнуть. И Тамерлан еще и появился. Вау. Господи, как сейчас будет весело. Я прям в предвкушении веселухи. Так, давайте строителей построим. Вообще нам бы в гавани выйти. Два морских ресурса. Да, я никак не обработаю. Просто идем в гавани, я думаю, без ускорения. Тут амбар тоже есть. Тут тоже строителя. Вот сейчас бы, наверное, заменить на заряды строительные. Ну, где-то через 6-7... Через 5 ходов где-то надо карточку будет поставить. Плюс 2 заряда строителям. Блин, а что там еще есть? Может и продвинутую... Ну, то есть продвинутая армия тоже не нужна. Че она не нужна? Я ее уже сделал. Может, в содержании июня. В принципе, деньги нормально идут. Еще сейчас будет официальное объявление войны. Только официальное есть, да? Ну, что поделать. Так. Сначала стреляем из города. Теперь тут по слонику стреляем. Тут, видимо, ваншотаем. Ваншотаем, благодаря... Благодаря генералу. Наверное, сюда встану. Чтоб с этим разведчиком что-то сделать. Я даже расселение практически уже закончил. Так, стоп. Что ты тут импи делаешь? Тебе не импи надо делать, а, извините, корпус импи. Слушайте, а что нам... У нас же этих импи уже дофига. Может, мне что-то другого стоит? Давайте корпус катапульт построим. Ну, как бы... Достаточно же, считайте. У меня три корпуса импи сейчас будет, да? Вот здесь бы я и канду поставил. Причем, наверное, да, вот сюда, против Англии. И у нас три посла. Можно валетту засоюзить. Но у нас веры... Ну, ладно, пускай пока будем... Держать, в общем, надо держать на валетту, я думаю. Магадиша. Где у нас магадиша? Там-то на Нариву есть. В основном слона всунул. Убивайте мне слона, он не нужен мне вообще. Так, как мы его прикончим-то? Наверное, так. Тут мы корпус объединяем. Знаете, просто посмотрим, как он атакует. Не, без сторона слабовато будет. Так, кто что, меня не убьют тут? Арбалет, если я... Так, вот этот, он работает на себя. Просто я не хочу сюда подвигать арбалет. Потому что тогда город его обстреляет. И слон еще, скорее всего, убьет. Наверное, не буду пока прокачку брать. Просто постоим. Тамерлан тоже стоит. Блин, я же хотел этого... А, фак. Мне надо... Вот этого... Скаута как-то нейтрализовать. Тут кайрос будет. Никуда не отправляем. Тут армию, корпус, катапульт. Блин, ну очень хочется зал для приемов доделать. У тебя, конечно... Тут у нас и канда. Тут бы, наоборот, корпуса строить, раз у нас такая возможность есть. Арбалеты потом уже мы как-нибудь... По-другому улучшим. Блин, тут мешаться сейчас будет. Так, навигацию по звездам открыли. Тут подходим. Так, убьем. Стоим, полечимся. Здесь просто вместе с импи поведем эту катапульту. Э, не катапульту, а... Попробую сейчас мечником его поймать. Так, отличненько. О, боже. Прачник пришел. Ну, прачника тут и найдут. Индусский прачник. Но, смотрите, индус хреначит армию как не в себя. Тем не менее. Кстати, я могу просто разгр... Не, давайте повышение возьмем против юнитов ближнего боя. Там как раз этот нас атакует. Тамерланом тут стоим, потому что он влияет на... Видите, вот белым отмечен радиус, где он влияет. И вот этим юнитом, который здесь... То есть, у нас осадная башня будет и импи-корпус следующим ходом три перемещения иметь. Мы прям вот сразу сюда прыгнем. Понимаете? Важно. Рынок. Ну, я бы иканду построил. Так, что у тебя тут? Иканду... Наверное, вот сюда, на пустынку. Так, строительство откроем. Третий торговый путь можно делать. Ну, в каком-нибудь этих... В этих старых... Так, так, уже рабочих. Так, давайте-ка мы откроем мистицизм. Поставим карточку на плюс два заряда для рабочих. Так, посольство из Вавилона прибыло. Так, значит, меняем скидку на юнит. Вот, и ставим два действия строителям. Так, производство военных лагерей оставляем. Производство юнитов оставляем. Здесь... Оставляем, я думаю. Так, теперь... Врываемся сюда. Следующим ходом мы уже сможем Хайдарабад бить. Так, где у нас... Так, странно. А почему у намечника не сработало? Почему у мечника перемещение только... Странно. Вот же Тамерлан. Плюс один... Оп, наземным юнитом... А, средневековье эпохи возрождения. А, вот оно что. А этот у нас античности. Ладно, мы тебя все равно поймаем здесь. Просто стою, жду. Я следующим ходом подойду. Ну, это стоит лечиться. Так, в защиту. В защиту. Никуда никого не отправляем пока. Так, здесь. Давайте думать. У нас три корпуса и канды, да? Будет корпус катапульт. Чего я еще хочу корпус из того, что у нас есть? Всадников? Ну, у нас не стоит карточка на всадников, да? Можно мечников сделать. Потому что на них стоит карточка. Просто на них карточка стоит. А впереди есть ускорялка, которая требует трех... Я тут... Трех линейных пехотинцев. Так, после мистицизма поехали дальше средневековые ярмарки. Тем более, что это ведет потом к торговой республике. Так, очень интересно сейчас как... То есть сейчас, благодаря осадной башне, мои юниты игнорируют стены. Они прям будут сразу по-зеленому бить, понимаете? Так, мы сюда подходим. Сюда. Отлично. Просто... Охренеть, мягко говоря. Просто за три тычка импи город берется. Вау. Ну, это круто. По-моему. Блин, так мы просто тремя импи можем сейчас индуса завалить. Такое ощущение. Да, минус Индия. Минус Индия. И у нас даже лояльности хватает. Единственное, знаете, что... Вот еще классная способность Зулуса. Ты когда захватываешь город, у тебя юнит превращается... Ну, вот если бы у меня был одиночный импи, и я Хайдер Аббат захватывал, он бы превратился в корпус. Но, к сожалению, нет у меня тут таких юнитов. Ладно, давайте тут всадника создадим корпус. Так. О, Хвидук можно. Тут надо Хвидук строить. Отлично. Дальше. По-моему, военные инженеры ускорены и так почему-то. А почему? Ну, давайте ее открывать тогда, естественно. Тут после работы, наверное, сразу поставлю гавань. Не забыть. Блин, господи, как же... Как же мы хреначим индуса. Я думаю, на какой город вначале? На Майсур или на Агру? Идти оттуда на столицу. Наверное, на Майсур все-таки сначала. На Майсур. красота что-то дофига армии у индуса не понимаю где она так китов наверное давайте обработаем ну все пока идет по плану честно говоря с другой стороны мы офигительно отстаём по науке тут уже инк поставил город ну все там мы уже не влезем нам вот тут осталось город поставить я даже расселение закончу хочет давай вправо прохода мне не надо а ты он то больше даже не может дать ну давай вот так нормально опаньки нам великобритания войну объявила это интересно блин у меня в кладу кузе бы а первых у меня появляется корпус мечников в кладу кузе но мне стены нужны в кладу кузе еще при этом еще напоминаешь меня корпус у нас корпуса просто сами по себе больше силы имеют так я понял великобритания за своего доминиона вступай а слушать а тут проблемку у нас только с двух сторон атака идет но видимо все равно надо входить думаю что надо два арбалета кинуть на помощь против англии а это тут просто тут будет постреливать тихонечко но англии тоже дофига 842 к обработаю камень тут производства надо ну кстати война с англией получается в тему потому что все равно хотел после индуса англичанку захватывать получается в тему так есть зал для приемов значит что у нас жилье появилось в городах и счастье в городах с губернаторами вот теперь блин может виктора в кваду кузу пересадить а сюда соответственно какую-нибудь рейну я так наверное и сделаю так кваду кузу а рейну в ум гун гундлову с вашей этой целой еще и скороговорком научишься так а чё там у нас можно этого обстрелять да ну надо какой то опять же корпус строить я думаю хотя есть и торговец возможность я бы торговца наверное вообще купил и построил тоже корпус мечников потому что нам надо три чтобы их у нас было а в улунде импи ну кажется пофиг вообще давайте вот эту клетку куплю потому что параллельно может быть к той рыбе дотянуться но китов надо обрабатывать это все счастье а ай-яй-яй вот этого я парня не заметил так мы кстати вылечим сейчас от развлекательного комплекса пегасия она уже прям прям город мой атакует блин там катапульта вот это не очень приятно ай-яй-яй ну мы убьем мечника и надо катапультой будет заняться так здесь китов обрабатываем по идее майсур должен упасть давайте-ка я отсоединю так а вон где его город следующий и тут даже хватает лояльности подходим сюда теперь надо агру и дели брать а потом уже тот город так ну тут у нас тоже катапульта имеется это мы уже против англичанки будем использовать так что и а и и и Чё-то там очки Жуан сейчас наберёт Блин, а у нас через два... Господи, а чё так... А чё так быстро всё? Это из-за Вавилона этого дебильного Сколько вообще сейчас... У нас... Какой сейчас будет? Какой-то пятисотый год нашей эры А мы в возрождение выходим? Это вообще нормально? Ладно, захватил он тут этого рабочего Чё за голосование? А, нас не позвали участвовать, говорят Может, это как раз против нас голосование? Типа вступить в войну? Нет, не против нас Ну, вообще было бы странно против меня Мы не были друзьями с Индией Так схренали Так, сейчас я подумаю Чем там заменить Интересно, что он катапультой Обстреливает Мечника Так, что мы тут делаем? Пашню подводим А вот генерала так ставим Чтобы он на всех действовал И, наверное, город пока не атакуем Мне надо, чтобы все... Ну, чтобы мы больше... Так, я могу, да? Полечиться? Да, могу Ну, 50 здоровья я получу за разграбление Не хочу пока это именно сейчас тратить Здесь у нас монумент Ну, можно Амбар или рабочего Наверное, амбар пока Рабочего у нас вот Этим мы сейчас обработаем селитру А потом Алмазы Так, в Хайдер Абаде Починено Ну, торговец Здесь ходов Как-то долго У меня бы торговца Где-нибудь в Кваломедлине Когда, да К виду тут достроиться Тогда будем торговца Хайдер Абад Пинагога, маяк Давайте, может, тут галеру просто я начну А надо же поплавать будет Так, что теологию Что два кампуса В принципе, можно открывать Потому что... Так, а мы что-нибудь менять тут будем? На строителей Не, наверное, все оставлю пока Как есть Четыре торговых пути А, ну пошли, наверное, теологию пока Нет, давайте исторические хроники Потому что Губера даст Давайте пока ученичество Открывать здесь Не, ну этот Слоник умрет Лошадей Давай только правопрохода Мне не надо с тобой Потому что я не знаю вообще Где ты находишься Вот так Вот такое мне нравится Кто-то Темпломайор построил Не, все-таки Импи с Экандой Это мрак О! И начинается возрождение Это значит, что на этом серия Заканчивается Рассказывайте в комментариях Те, кто проходит Параллельно со мной С моего сейва Как у вас Дела происходят Ну а все остальные Пишите впечатления От вот этой Золусской мощи Конечно Приятненько С трех тычков Тремя юнитами Прямо города забираются С другой стороны Конечно Индус просто не особо развитый Как бы оно было Например С Инком Неизвестно Ну еще Англия Вприлай Ну короче Я думаю, что Индию И Англию Мы точно полностью заберем На этом все Спасибо, что смотрели Продолжение завтра Спонсоры канала Могут ее поискать Продолжение прямо сейчас Во вкладке сообщества Играйте в умные игры Слава Украине Живе Беларусь И Россия будет свободной Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Суперспасибо И спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok